Водитель «Шкоды» не справился с управлением и врезался в дерево на Большой коммунальной улице. ДТП произошло на прошлой неделе. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения. В данный момент они у нас находятся госпитализированы и находятся в термотологическом отделении КБ-50. Сотрудники госавтоинспекции усилили контроль на дорогах, регулярно проводят рейды. В результате таких проверок на прошлой неделе они задержали двух пьяных водителей. Одного из них повторно. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере 200 тысяч, либо лишение свободы. Как практика показывает, это всё зависит от судей, какое они решение принимают. То есть, они некоторым дают исправ работы, некоторым дают колонии поселения. То есть, в зависимости от семейного состояния. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам быть вдвойне бдительными на дорогах. В последнюю неделю августа дети возвращаются из оздоровительных лагерей и деревень. За три месяца отдыха ребята забывают правила дорожного движения и нарушают их, переходя дорогу в неположенных местах. А также не спешиваются с велосипедов и самокатах на пешеходных переходах. Сейчас, в данный момент, у нас идёт операция «Лето – это жизнь». Это проводится у нас с детьми. То есть, сотрудники пропаганды выходят на улицы города и проводят данную акцию с сотрудниками дорожной патрульной службы. То есть, детям доводится информация, как они должны себя вести на проезжей части, как правильно пользоваться велосипедом при переходе в проезжей части по пешеходному переходу.